Вам захотелось поиграть в различные игрушки, но в стиме цены слишком высоки? Тогда магазин Games Shop для вас. Очень низкие цены, гарантии и отзывчивая техподдержка. В магазине большой ассортимент аккаунта с различными играми, такими как GTA 5, Rust, CSGO, Warface и много чего другого. Так что переходите по ссылке в описании, затарывайтесь игрушками и наслаждайтесь. Но самое обидное, что опыт в пустой идёт столько опыта, просто жесть, серьёзно. Столько опыта и в никуда. Ещё и виснут в коробке, ёб твою мать. Опыта, опыта. Да ладно. Охереть, серьёзно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Хуник. И сегодня я буду играть с выбитым золотым 47-м калашиком. Повернулась мне всё-таки удача. Покрутил я порядка 30 коробок, потом как бы зашёл на полигон, выстрелил обоим. Ну, короче, просто хернёй поймался, зашёл опять в коробочки и из 15 коробок просто, ну, на изи, короче, золотой калаш. Хотя на изи сказать это будет очень громко, ведь до этого я на него слил порядка 500 тысяч, так что тут ещё нужно поспорить на изи или нет. Но факт в том, что он не выпал и с ним я благополучно играю, нагибая публики. Пока что начало, как видите, довольно-таки неплохое. То есть истерия из шести поначалу, ну, в принципе, неплохо. Как вы видите, предпочёл я на него одеть глушитель, потому что урона у этой пушки и так всегда хватало. И глушитель, по сути, ну, минус 8 урона. То есть, получается, у нас ваншот в голову всё равно будет стабильный. И как бы с глушителем, без глушителя особой разницы не чувствуешь. В общем, хотелось бы сегодня поговорить об его актуальности в игре. Ну и немножечко затронуть тему самого калашика. В общем, что по поводу актуальности. С ним, безусловно, играют на общих и на новичках. Тем, кому повернулась удача выбить его там с 5, с 10, с 20 коробок. Ну, я думаю, на больше просто варбаксов у новичка и не хватит. Потому что, как вы знаете, проблема с варбаксами довольно-таки сильная в нашей игре. Особенно в новичках, там, где большинство, около 90% игроков, если они новые, то играют без всяких супер-випок. Там и не бегают по вешке, бегают ангарчики. То для них накопить тоже тысячу варбаксов, ну, это просто непосильное дело. То есть, труд нужен жёсткий. Нужно целыми днями играть. И только тогда что-то, может быть, накопите на пару коробочек. Так что те, кто там выбивает её на новичках, этот 47-й калаш, конечно же, не золотой обычный. Потому что золотой там реально шанс 1 на миллион. Я думаю, что выпадение золотого калаша примерно 5% от выпадения обычного. То есть, я думаю, где-то 20-ка выпадет обычных и 1 золотой. Не знаю, эта статистика просто взята из головы. Так что верить в неё, безусловно, не стоит. Это просто так мне так кажется. Как вы видите, калашик, он выглядит очень красиво. И с одной стороны это очень даже хорошо, да. А с другой стороны это очень даже плохо. И сейчас объясню, почему. Кстати, вы видите, пишут там норм макрос. Макрос, серьёзно, на 47-й калаш, как-то мне кажется, это странно. Ведь, насколько я знаю, но макросы пишутся на прицелы 1,2 карата на трубло и на двоечку. Как бы, хотя я не знаю, в этой теме не очень силён. Вот с контролем. Ну, по-моему, кучка неплохая. То есть, да и расстояние особо небольшое. А те люди, которые, безусловно, жнут прям в жёсткую точку, там они, конечно, играют с макросом. Но, как бы, у меня разброс не такой уж и большой, не такой уж и маленький. То есть, если вот такая вот точка будет, то да, я понимаю, это макрос. Ну, а если, как у меня кучка, то тут всё, довольно-таки, нормально, ребят. Так что переживать по этому поводу не стоит. У калаша не сильная отдача, она как у 103-го. И привыкнуть к ней очень даже легко. Безусловно, вас некоторое время будет тревожить то, что вы стреляете с мушки. То есть, это да, это дискомфорт. Но об этом мы вернёмся чуть позже. Что касаемо самого внешнего вида, как я уже сказал, то, что золотой, это, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, не очень. То есть, внешний вид, оружие, это всегда оценилось. Это прям, ну, видите, какой-нибудь противника золотой калаш, сразу такой, ух ты, выбил, там, красавчик, там, поздравляю. Ну, и когда он у вас в руках, думаю, то же самое. Ну, это мне так кажется, не знаю, думаю, вряд ли тут есть какие-то завистники, там, типа, у него золотой калаш, там, фу, падла, выбил, а я нет. Думаю, таких людей нету, потому что, ну, как бы, можно относиться ко всему добрее. В общем, внешний вид, сам по себе, хорош, но есть такой нюанс, он очень сильно отвлекает. Вот, как вы видите, играю я сейчас на высоких настройках, чтобы для вас картинка была наиболее качественна по максимальному, то есть, ну, красивее просто сделать нельзя. И для этого я жертвую некоторыми вещами, то есть, некоторые эффекты, которые мне не нужны в игре, я их вижу, то есть, на некоторых игровых моментах это очень сильно сказывается, как в данном случае с золотым калашом. Его очень яркий вид в некоторых случаях меня подводит. Как вы видите, в прицеле, если стрелять, то очень сильно освечивает, и порой это настолько сильно бросается в глаза, что я просто не вижу противника. Да, это минус в его исполнении, то есть, золотой очень яркий, он бросается в глаза. Да, следующий минус, который мне бы хотелось отметить для калашика, это, собственно, сама мушка. Да, тема по поводу нехватки прицела для калаша очень заезженная, и лично я считаю, что прицел этому калашу, ну, на данный момент, мне кажется, не очень нужен. Он вполне тянет на свою категорию, то есть, коробки удачи за варбакс, и с ним можно и так спокойно нагибать. Но вот лично мне, для меня минус в том, что мне не очень удобно с мушечкой. Ну, как бы, это дело привычки, как же, как я набил 47-й, то есть, на КВ на пабликах бегал, буквально через неделю я уже с этой мушки стрелял, как с одного отругла, то и сейчас так же, просто нужно немножечко подпривыкнуть, и все будет у вас нормально. Это единственные два минуса, которые я смог выявить для себя. По поводу его отдачи, говорить, думаю, бессмысленно, у него отдача не такая сильная, как у 103-го. Думаю, если вы игрок с опытом более года в игре, то вы должны были набить 103-й. И тут отдача такая же, так что с отдачей проблем возникнуть не должно. Это единственные минусы, которые я смог выявить для себя. Единственный минус, который прям сильный, это вот по поводу цвета. То есть, очень яркий окрас мне бросается в глаза. Остальные же все его характеристики, то есть, точность, урон, дальность, патроны. Патроны. Это все очень круто. 35 патронов, в отличие от обычного с 30-ю, дают о себе знать в некоторых игровых моментах. То есть, вы реально чувствуете то, что у вас патронов больше, и вы можете зажимать, там забрать лишний фраг. То есть, это всегда хорошо. То есть, лишние патроны никогда не будут. Его урон 85 единиц дает. Стабильный ваншот в голову даже с глушителем. По крайней мере, за время игры, которую я с ним провел, не ваншотов, я как бы не встречал. Возможно, я их просто не замечал, но как бы фиг их знает. Я как бы их просто не видел. Пушка отличная, очень быстрая перезарядка. Да, это отличие Калашика от многих других штабов-винтовок. То, что у него очень быстрая перезарядка. И занимается она вам долей секунды. То есть, вы практически не останавливаетесь, не выходите из колеи боя и сразу рветесь дальше. То есть, быстро нажали рей, он перезарядился за доли секунды и дальше воюете. То есть, тут все отлично. А да, его актуальность в игре немножечко сильно упала. Даже не немножечко, а сильно упала. Потому что раньше я помню, что когда его только ввели, очень много народа его повыбивало и бегало играло. Сейчас же, конечно, его очень встретишь редко на пабликах. На КВ так вообще, особенно на Чарли. То есть, у нас играют с донатом и, как вы понимаете, противостоять Тайпам, всяким Юсасам, Ктарам на КБ. Это очень трудно, особенно с Калашом. Да и обычным, без золотым, в общем, тут сильной разницы нет. Ну, так что, не знаю, по мне так жалко, что разнообразие пушек в игре очень сильно сузилось до доната. Просто те, у кого нет доната, словно, не будут бегать каким-нибудь в 103-м или еще чем-то, ну, просто по фану. Я лично частенько люблю взять 103-й, то есть, понагибать, посливаться, то есть, это всегда присутствует. Вот, по поводу 47-го, то я очень давно уже не встречал в игре, и это, конечно же, очень плохо. В общем, ребят, спасибо всем за просмотр. Сыграл, я думаю, с неплохим счетом. Первая игра с Калашом золотым. Сыграл, ну, как бы, так, на средненькую стату, то есть, хорошее попадание в голову. Всем спасибо за просмотр, ребят, с вами был Уник, всем пока.